Сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты не сбавляет темпов. Главное условие для людей – наличие паспорта. Этот этап продлится до 6 декабря. Чтобы перейти на следующий, инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. После их достоверность проверят в комиссиях. С первых чисел нового года начнётся агитация. Выборы, напомним, пройдут 26 января. В Минэнерго сообщили, страна полностью отказалась от импорта электроэнергии. С момента включения первого блока в сеть, то есть за четыре года, БЛС выработала 375 миллиардов киловатт-часов. По последней информации, суммарно это позволило заместить свыше 10 миллиардов кубометров природного газа. Таким образом, снижена зависимость от зарубежного голубого топлива. С января в стране вступит в силу новый закон об ответственном обращении с животными. Согласно его положениям, любое издевательство будет иметь серьёзные последствия для их обидчиков – административную или уголовную ответственность. Теперь судить будут не только за причинение физического страдания питомцу, но и психического. Также предусмотрено, у нерадивого хозяина могут изъять пострадавшее животное без выкупа. Форум сельской молодёжи пройдёт 26-27 ноября в Кировском и Бобруйском районах. Он объединит около 100 работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села. Программа нацелена на демонстрацию лучшего опыта по созданию условий для проживания и труда молодых людей на селе, поддержку инициатив, обмен современными практиками. С 28 ноября по 3 декабря в Бобруйске пройдёт 9-й республиканский фестиваль национальной драматургии имени Дунина Марцинкевича. Театр драмы и комедии примет артистов из разных городов Беларуси. Всего представлены будут пять областей. Конкурсная программа порадует произведениями только белорусских драматургов. На суд зрителей жюри предстанет 11 спектаклей.